В Москве начались жёсткие задержания протестующих, вышедших на акцию протеста с требованием освободить Алексея Навального. Также произошли сокновения участников акции с бойцами ОМОНа. Согласно сообщению ОВД «Инфо», 1090 человек задержаны на акциях «Свобода Навальному» по всей России. На Пушкинской площади, где по данным МВД России собрались около 4000 человек, задержанные держали плакаты и выкрикивали лозунги. Сотрудники полиции предупреждали в мегафоны, что акция незаконна, а также просили соблюдать дистанцию. Московский дептранс сообщил, что выход из метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокирован участниками акции. Многие люди пытаются пройти в сторону Манежной площади у Кремля. Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гандоны! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли! 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 Пошли отсюда! Пошли! Пошли! Расскажи, что случилось? Меня избили полицейские, которые должны защищать наши права и свободы, при том, что я совершенно безоружный, даже без стаканчика. Сколько вас разбивал людей? Сложно сосчитать, честно. И вот, а вам куда попали? По голове, по туловищу. По голове, по лицу. А чем, а чем били? Дубинками, дубинками со всей силой. Вас били, когда вы езжали? И когда стояли, и когда мы упали, и все нормально. И когда мы упали, нас продолжали избивать ногами и дубинками. Меня ладно, но они избивали девушек прямо на моих глазах. Это совсем печально. Нормально, все в норме. Расскажи пару слов о себе. Можешь не называть имени, фамилии, но чем занимаешься? Нет, меня Бубинков Антон зовут. Я пришел сюда прямо с собеседования на работу. Я очень старался успеть, потому что выразить гражданскую позицию и поддержать Алексея Навального, который, по моему мнению, считается... По моему мнению, который является очень смелым и достойным человеком, незаслуженно страдающим. Я считаю, что я должен выразить свою гражданскую позицию как гражданин этого города, который здесь родился и вырос, и как человек. Не боишься вот так вот общаться с прессой, с открытым лицом? Нет, я не боюсь. Ну, меня избили, а что мне еще сделать? Спасибо. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...